Так, ну что же, давайте начнем. Я тут вижу, что собралась аудитория, которую можно пополам поделить. Первые – это люди, которые ходят на наше мероприятие в Центр Славянских Культур, и они увидели на анонс моей лекции. Возможно, они не знают, что я блогер, у меня есть свой канал, вот такая. Афиша была, вот эта вот, Микитка, сын Алексеев. Введите на ютубе, в любом поисковике меня найдете. Вот. А для тех, кто меня знает как блогеры, поэтому сюда пришел, ну, такая вот новость любопытная. Я вот здесь вот работаю уже больше, чем год, и меня попросили, что раз я уж так долго работаю, провести свое собственное мероприятие. Я решил провести мероприятие, посвященное своей любимой теме. Ну, можно начать совсем издалека, потому что не все поймут с полуслова, вообще про реконструкцию праязыков любых, о том, как это происходит в целом, как это методологическая база и так далее. Ну, считается, что сравнительное историческое языкознание берет свое начало в 1786 году, когда сэр Уильям Джонс, это английский востоковед, он больше всего любил Индию, и он сделал доклад. Ну, и примерно там сказал следующее, что вот, знаете, я подметил, что там есть много слов очень похожих, вот в санскрите, латыни, греческом, английском, и неспроста они, наверное, похожи. Не может быть такого, что они все были заимствованы друг у друга в разное время, они непременно все должны восходить к какому-то одному корню, и, соответственно, все наши языки, то есть в том числе там и древний индийский язык, казалось бы, далеко, и там английский, они все родственны. И, в общем, таким образом постулировал впервые как раз наличие проиндоевропейского языка, то есть он почему так называется то, что современные языки, потомки его находятся в Европе и в Индии преимущественно, но не только. Вот сейчас вообще по всему миру распространились благодаря там английскому, испанскому и так далее. Ну, вот пару примеров того, что было подмечено не конкретно им, это я примеры нашел, но вот несмотря на то, что здесь взяты самые, казалось бы, далекие языки друг от друга, в каждом из этих рядов слов вы можете найти что-то явно общее. Ну, для тех, кто не видит или там записи, я прочту, значит, санскрит, санскритерами гречески, латыни, английский, русский, такие слова, значит, братр, пратер, фратер, брата, брат, сидати, эдзомай, седере, тусит, сидеть, ридаян, кардия, корс, хат, сердце, авис, ойс, авис, ю, это так читается, это по-английски самка, значит, ну, то есть овца, так называется, щепет, и мужчина, и женщина могут быть, и русская овца. Ну, то есть где-то может быть сходство такое, ну, не совсем очевидное, то есть, скажем, вряд ли человек не специалист, он вот увидит, скажем, хотя бы кардия и увидит сердце и, ну, подумает, что это слова какие-то общие, ну, потому что просто первая буква различается, это обычно решающее, но если первая буква не различается или она очень так похожа, ну, допустим, как братр, ну, у кого вы думаете, что фратер, это, наверное, то же самое, и сидать, и сидеть, тоже это совершенно очевидно, даже без какого-то специального анализа, что эти языки родственны. И как раз с тем наукой 19 века было подмечено такое фундаментальное правило, что языки, ну, конкретно, если мы говорим про фонетику, про изменение звуков, они развиваются не как-то хаотично, а по вполне себе строгим закономерностям. И вот то, что вы сейчас видите на экране, эта цепочка, как вот прайн европейского состояния изменяла слово, которое сейчас в русском языке муж, это как-то, которое английское мэн, которое латинское хомо, литовское жмогус и так далее. Ну, я просто сначала прочту эти цепочки. Значит, монгиос, монджос, монджос, монджис, монджис, монджи, монджи, с национальным гласным, мужи и, ну, муж или муж, вот, при оглушении. И, соответственно, что, тоже такие базовые вещи, то, что под звездочкой, это значит, что таких форм нигде не зафиксировано, ни в каком тексте их не существует, они относятся к древности, когда мы можем апеллировать только методами сравнительного исторического языка знания. А те формы, которые без звездочек, это формы, которые встречаются в реальных текстах, то есть вот так вот это слово записывалось в древнерусском языке. Ну, и это не просто какая-то цепочка. Абсолютно каждое фонетическое изменение имеет свое название. То есть я могу, ну, я не буду этого делать, потому что зачем эта номенклатура, но, в общем, можно назвать, как это точно называется, можно провести много других слов, где произошло ровно такое же изменение, можно провести аналогичные изменения там в других языках, но, допустим, вот то, что видите самое первое, называется полутализация, то есть смягчение и одновременный переход звука в некоторое другое качество. Когда у нас ги стал сначала джи, а потом стал ж. Ну, сравните какое-нибудь слово генеральное, английское джи и французское дженегаль. То есть то же самое распределение звуков идет, потому что, ну, просто какие-то базовые законы артикуляции тут действуют. Вот, и что самое важное, что все эти фонетические изменения происходят в определенных позициях. То есть если у нас есть какая-нибудь позиция, ну, например, ну, например, конечный слог, последний слог, который заканчивается на, значит, в щелевой согласной с. Ну, и вот, например, в какой-то момент абсолютно все конечные слоги, во всех словах, которые заканчиваются, где есть ос на конце, они превратились в кус. А потом в какой-то момент они после мягкого согласного, ж был мягким, они превратились в из. Вот, то есть во всех словах языка это действовало. То есть вот это фундаментальное правило. И, что там дальше происходит, вот, и таким образом лингвисты в течение всей первой половины XIX века реконструировали достаточно много слов. И при том, смотрите, какой механизм. Можно же делать реконструкцию саму для себя, а можно ее использовать для каких-то, ну, таких научно-практических целей, например, доказать родство или происхождение от одного слова от другого. И, соответственно, вот если мы хотим, ну, это понятно, наверное, только совершенно такой слабоумный, в этом будет сомневаться, но что, допустим, слово, там, какое-нибудь «ведите», там, «веджать», что они родственные, ну, это совершенно очевидно. И тут, в общем, это доказывать не нужно. Но, тем не менее, если мы все же хотим построить цепочку преобразований, мы что должны сделать? Мы должны разобраться в истории, ну, допустим, возьмем русское слово, истории русского языка. Таким образом мы вот знаем, что сейчас это пишется таким образом, там, в древнерусском языке это писалось вот таким образом, значит, в польском, где это пишется так. Мы должны установить, когда вот это «веджать», когда вот это пился звук «джи», а раньше же был, наверное, «веддеть» какой-нибудь, когда вот это конечное «ч» стало именно «ч», оно, наверное, раньше было «тью», и так далее. И мы все равно восходим к некой проформе. И получается, что в любом случае у нас такая цепочка вот идет вот, здесь вот один язык, проформа, другой язык. То есть, все равно вот эта реконструкция, даже если у нас нет цели реконструировать какой-то отдельный язык, она начинает фигурировать, потому что без нее просто нельзя обойтись как без строгого доказательства, то, что только такая цепочка в античном мнении является доказательством того, что одно слово действительно происходит от другого. Ну и вот, в общем, ученые в течение всего начала 19 века достаточно много таких слов нареконструировали. И был смысл, ну, слушайте, если уже вот мы так много всего знаем, а может быть вообще можно тексты писать на языке, но там конкретно на проиндоевропейском. Ну и поскольку этому сейчас пособствовало какое-то общее настроение эпохи, людей эпохи модерна, что вот сейчас вот наука нам поможет познать вообще весь мир совсем чуть-чуть-чуть, и мы сможем все. Вот это идея какого-то прогресса вообще в 19 веке, то, что медицина сможет вылечить все болезни, так же и тут, что вот нам еще чуть-чуть там позаниматься, посидеть там, подкарпеть над книжками, и вот мы сможем так реконструировать, допустим, проиндоевропейский язык, чтобы вот он звучал вот ровно так же, как вот действительно наши предки там 5-6-7 тысяч лет назад и говорили. Ну, разумеется, это была некая обманка, но тем не менее что-то же было сочинено. И вот одним из первых, кто за такое дело взялся, был немецкий ученый Авгушлейхер, вот тут его портрет вы видите. Он написал басню «Овца и кони», но я не буду пересказывать ее содержание, вы можете сами далеко найти, это очень известная вещь, то есть это или «Шлейхер с фейбл», или «Басня Шлейхера», найдете. И то, что, если просто сравнить эти два текста, опять же, не будем сейчас показывать, у меня нет их, то, если сравнивать реконструкцию, которую сделал он, и те переводы, которые сейчас продолжают делать, то есть снова приводить басню на европейский язык, уже современный ученый, а там это регулярно появляется, чуть ли не каждые 5-10 лет, то есть на Википедии есть даже список всех этих басен, там последние 16-й год или 17-й, что ли, кто-то в голове снова забрело. Будет ощущение, что это просто два совершенно разных языка, то есть то, что реконструировал Шлейхер 150 лет назад, и то, что реконструирует какой-то ученый современный. Опять же, почему? Потому что сравнительное историческое языкознание не стоит на месте, и то, что было известно во времена Шлейхера, это какой-то мизер знаний по сравнению с тем, что стало известно сейчас, и это, в общем, наверное, судьба любой реконструкции. Какой бы гениальный исследователь ее не сделал, как бы он все не учел, но все равно просто проходит какое-то время, и какие-то прежние языковые факты переинтерпретируются, открываются какие-то новые законы. Вот если вы думаете, что, ну вот, казалось бы, в 21 веке, вот что тут за 200 лет можно было бы все изучить, нет, до сих пор продолжается открытие каких-то фантических законов. Другое дело, что они сейчас прям слишком заумные, типа, какая-нибудь там, какой-нибудь там предпоследний слог в слове там баритонированной парадигмы перед смычным, и вот очень долгое такое описание, там, снова-то акцентуация касается, но тем не менее, такие научные открытия новых фантических законов, они происходят, ну, там, последние 20-30 лет по-прежнему. Вот, то есть то же самое касается и всех, конечно, реконструкций, которые привожу я. Очевидно, что я чего-то могу просто не знать, и вообще сразу скажу, что вы тут много увидите сегодня каких-то реконструированных форм, фраз, текстов и так далее. Вот, я приложил максимум своих нынешних знаний по этой теме, которые у меня есть для того, чтобы такое написать, но я более чем уверен, что там еще много чего поправить, поэтому если есть какие-то соображения, скажите мне или потом после лекции, или кто смотрит записи, напишите там в комментариях, и мне в ВКонтакте буду очень рад содействию. Ну вот, и, опять же, басня Шлейхера, то есть это самый известный текст реконструкции чего-либо на каком-то древнем бесписьменном языке, и я предлагаю послушать вариант, который... Значит, следующая картинка, да, который записал один мой знакомый из Словении, вот его канал Славы Нейскадейла, «Деяние славян». Это, кстати, я придумал название канала на русском. Вот, очень хороший парень, советую его смотреть, он как раз тоже про славянской темы занимается, и вот он сделал, на мой взгляд, самое... Вот какой-то, с одной стороны, качество звука хорошее, это важно, а с другой стороны, он не читает какой-то клоуны телеконструкции, потому что, к сожалению, есть такая беда, что люди начинают как-то выпендриваться, и получается чушь. Вот, предлагаю послушать то, как он читает басню «Овца и кони» на предевропейском языке. Это вот одна из каких-то последних реконструкций. Сейчас, надеюсь, тут звук будет достаточно громкий. Я сразу скажу, похоже чем-то на какие-то кавказские языки по звучанию. Гургей хоуис, Квессио хвелхнех неэст, Хэкванс пэккет, Ойнам гегургум вогхам вэгхантам, Ойнам квэммэкхам бхарам, Ойнам квэкхменм хокчуб хэрантам, Хоуис, Ту хэквабиас вэквэт, Чэээр хэчнутой мой, Хэчуонс хэгантам нэрм вэдэнтэй. Ну, коротко, сразу, может, возник комментарий, почему такое звучание. Очень просто, потому что для предевропейского языка реконструируют так называемые ларингалы. Ну, это звуки, которые по звучанию похожи вот как раз на всякие ха-ха-ха, вот такие гортанные. Их как раз немного, вот, ну, боючи соврать, но, насколько я знаю, похожие звуки есть в арабском, и также, разумеется, в языках Кавказа. И вот эти ларингалы как раз, они исчезли, и сразу звучание индоевропейского языка преобразилось, и почти все, что у нас реконструируется, как бы, после исчезнения ларингалов, оно так или иначе на что-то такое более-менее знакомое уже нам похоже. Или на латыни, или на греческий, или там на какой-то германский язык. Вот, идем дальше. Был заявлено в афишу, что вот, мол, про меня что-то автор, там для него это не только какой-то там научный конструкт, но и форма для собственного песенного творчества. Опять же, я не знаю, насколько аудитория знакома с этим. Я, в общем, интересуюсь славянскими языками, ну, в том числе, там, их историю уже в восьмой год, и, разумеется, тема про славянский язык меня давно привлекала, и настолько, что вот я два года назад созрел написать какие-то песни. Ну, это не мои тексты преимущественно, то есть это, так сказать, переработка некоторых народных песен, мелодии тоже. Вот, ну, в общем, у меня есть такой музыкальный проект, напевы. Если вы хотите послушать, то, опять же, набирайте или одно, или другое, но, наверное, будете набрать проще и первое. Вот, в любом поисковике или на ютубе сразу найдете. И сразу тоже отвечу, мне регулярно пишут, мол, когда новые напевы будут, потому что я уже последнюю песню выгружал год назад. Ну, понимаете, друзья, какой нюанс? Я петь не особо-то умею, вот, поэтому я привлекал свою бывшую девушку, вот, Марию Никичичну для этого, но она недавно вышла замуж, понимаете, и теперь как-то не очень, не очень до того, чтобы со мной песни записывать, это странно. Вот, и, в принципе, я бы, конечно, мог бы сюда позвать, но она не смогла, очевидно, приехать и туда озвучивать этот текст, который, наверное, уже забыл, конечно же. Но, так сказать, это не беда. Вот. Вот, и поскольку тексты все же женские, ну, я перевел, но я, так сказать, на правах автора позволяю эти тексты прочесть кое-кому еще. Вот, выйдет уже Мария Федоровна, значит, познакомьтесь, это Маша Мышкина, модерша моей группы ВКонтакте, вот, и она прочтет один из этих текстов, то есть текст на прославском языке, потом я, соответственно, прокомментирую его. Ну, ты встань на мое место, чтобы ты видел, ты с экрана читай. Часто. 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 песни другому куску, которую я не стал приводить, видно, что это счастье выйти замуж. Приводится вот все следующим образом. «Счастье мое счастье, куда же ты делась? Сгинула. В воде ли ты утонула, или же в огне сгорела? Если ты утонула, то значит еще всплывешь. А если же ты в огне сгорела, значит сгинула навеки». Вот такой поэтический текст очень красивый. Опять же, это не мой, это народный. «Счастье мое счастье, куда же ты делась?» Значит, ну, по поводу датировки, когда же это вот с такой язык мог звучать? По-моему, дело, что праславянский язык – это, в общем, очень большой промежуток времени. Это примерно с распада там прабалт славянского языка, который, опять же, датируется примерно там тремя тысячами лет назад, до, очевидно, распада уже праславянского языка, и славяне начали расселяться в 4-м, 5-м, 6-м веках нашей эры. И вот, соответственно, вот в этот промежуток полторы тысячи лет любые реконструкции праславянского должны укладываться. К сожалению, лингвистика не позволяет как-то датировать тот или иной вариант реконструкции вот прям точно абсолютно, если нету, допустим, заимствования. То есть, словом говоря, если бы какой-нибудь римский автор бы попал к славянам и записал бы хотя бы несколько их имен, мы бы, скорее всего, по его записям бы поняли примерно, как он это исказил, что же это за оригинальная форма была, и таким образом некоторые фантичные изменения, типа, допустим, какие-то конечные, там, эээс, или какие-нибудь, там, звук, там, упрощение каких-то групп согласия, мы могли бы датировать, ну, конкретно тем временем, когда римский автор записал. Но, к сожалению, нам, допустим, в отличие от германцев в этом плане не очень повезло, и первые записи чего-либо славянского славянских имен, это там у нас, боюсь сейчас наврать, но это византийский автор, это пятый, что ли, век лет. Чисто, если так, ну, на вскидку, мне кажется, вот такой язык, это должно быть примерно половина, примерно как раз рубеж нашей эры, то есть как раз римское время. И весь оставшийся кусок моей лекции, он будет посещен уже вот тому, что заявлено, то есть разным аспектами конструкции православянского языка, то есть я искажу преимущественно своего практического опыта, как я что делал. Ну, и какие-то интересные, в первую очередь, конечно, наблюдения, которые у меня появились, потому что можно рассказать обо всем подряд, но это всегда специфический формат адаптации, когда нужно большой аудитории рассказывать что-то о языке, о котором ты знаешь, имеешь какое-то о нем представление, а она о нем не знает. Вот есть Московский фестиваль языков, и там вот что-то похожее делают как раз с ним. То есть берут какие-то любопытные особенности из-за любого раздела языка, и о них так и доступно вещают. Ну, начнем с того вообще, что послужил источником реконструкции, то есть откуда вот вообще мы все это знаем. Разумеется, источники реконструированных форм – это формы какие-то живые. Ну, и их можно брать откуда? Из современных славянских языков, из современных и древних неславянских языков. Самый ближайший к нам – Балтийский. Я сегодня буду много примеров приводить из литовского. Я его не знаю, но, по крайней мере, можно прочесть. Правила чтения я освоил. Потом, как правило, к нам идут ближе всего германский или индоиранский. Тут споры есть, какая же группа языков к нам ближе, до сих пор это как-то не решено. Мне кажется, что германский. Дальше там древнегреческий и латынь, ну, понятно, это классика, ну и так далее. Потом это старославянские тексты, древнерусские тексты и древненовгородские берстяные грамоты. Вот это, кстати говоря, последний пункт, я про него потом отдельно скажу, но сейчас замечу, что он вошел в такой общий мировой научный обиход не так давно, потому что, в основном, тема с берстяным грамотом была качественно разработана таким уже умершим академиком Андреем Анатольевичем Залезняком. Моим, так, учителем, можно сказать, ходил на его занятия, вот, и только, в общем, в 90-е годы она, ну, еще союз распался, понятно, она введена в научный оборот, и это, в общем, можно сказать, перевернуло многие прежние воззрения у ученых-словистов по всему миру на то, каким же был прославянский язык, в первую очередь в области синтокиса, но об этом чуть позже. Ну, сразу скажу, что абсолютно у всех этих источников реконструкции есть свои плюсы, свои минусы, и основывать свои реконструкции на чем-то одном можно, но это будет что-то очень такое нехорошее в стиле начала 19 века, вот, нужно учитывать все. Ну, давайте начнем с плюсов. Очевидно, что у современных славянских языков самый большой плюс это то, что количество материалов, которые можно исследовать, он бесконечен, потому что люди постоянно говорят, 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 и можно сколько угодно долго исследовать. Ну, и также есть еще, конечно, плюс, что, в первую очередь, людей обычно интересует, что уже ушло из нашего языка, и вот такие архаизмы, но язык-то в целом, он состоит из тысяч различных аспектов, и большая часть, разумеется, аспектов прославянского языка, они до сих пор сохраняются в современном языке, в любом славянском. И можно, по крайней мере, посмотреть, как это функционирует в живой речи, как там устроен синтаксис современнославянских языков, как минимум, и чтобы делать какие-то выводы на тем того, как это, наверное, могло быть там тысячу, полторы тысячи лет назад. У современных неславянских языков, ну, плюсы у них, ну, допустим, у литовского, какой плюс? То есть, литовский, он считается таким очень архаичным языком, ну, то есть, в том плане, когда я говорю, что литовский – это очень древний язык, это полный бред, любой современный язык, он ровесник любого другого современного языка, он уже понимает, что не может быть такого, что, грубо говоря, одному какому-то французскому языку, скажем, у нас 500 лет, а там русскому языку, я не знаю, 200 лет, это чушь. Может, там, какая-то литературная традиция вот так измеряться веками, но не язык сад, но имеет место, так называемое количество архаизмов, то есть, то, насколько в любых аспектах произношение, грамматика, синтаксис, какой-то современный язык, он похож чисто количественно на какой-то праязык, потому что, разумеется, абсолютно в любом языке, там даже в английском, казалось бы, он так сильно поменялся, все равно там есть тоже много каких-нибудь германских архаизмов, которые, например, не всегда могли сохраниться в немецком языке, в норвежском. И так далее. Вот, то есть, литовский язык, вот он, например, в плане ударений очень многое нам дал, потому что в нем, опять же, то же самое музыкальное подвижное ударение, которое действительно очень похоже, из всего же, на что оно может быть похоже, оно больше всего похоже на прославянское ударение. Вот. Значит, старославянские тексты, у них самый большой плюс, что, ну, во-первых, старославянский язык, это, на минутку мы помним, это 9-10 века, это, ну, по сути, это еще поздний прославянский язык, в то время еще абсолютно все славяне, они друг друга понимали. Поэтому салунский диалект про славянского языка. Вот. То есть, то есть, вот этот момент, то есть, он действительно, как, он слепок, действительно очень древней речи, и он очень хорош в этом плане. Ну, и на старославянском те, действительно, текстов очень много, и, в принципе, любой аспект языка насчет старославы известен. Насчет древнагородских грамот, например, не так. То есть, то же самое Андрея Анатольевича в книге, у него там есть какие-то, ну, графы, допустим, там, двойственное число, там, какое-то склонение. И, ну, там просто прочерк стоит, потому что они не встретились, а додумывать это нехорошо. Так, скажите, пожалуйста, у меня ощущение, что такой немножко звон металлический идет, да, микрофону? Нет, может, это я слышу просто? Как перегруз идет обычно. Так, ну, ладно. Значит, вот, у древнерусских текстов, ну, у них, в первую очередь, конечно же, плюс есть в том, что, ну, они для русского языка больше подходят, то есть, для истории русского языка. Ну, и, опять же, когда мы имеем древнерусские тексты, это тоже у нас, там, на 11 век уже, мы имеем просто какой-то диалект, но разновидность тоже, по сути, позднего прославянского языка, и это, конечно, тоже полезно, полезно сравнивать. Вот. И древненовгородские берестяные грамоты, вот это суперполезная вещь, потому что, опять же, прославянский язык, это язык, понимаете, устный, он никогда не был, письменный, никогда не был записан, ну, если мы не читаем вот эти, там, в том числе термологически не удаемся, там, старослав, поздний прослав или что. Вот. Это язык преимущественно устный, конечно, он же тоже дошел до нас в берестяных грамотах. Но вы понимаете, что даже сейчас, если вот вы пишете, если вам дать задание, напишите сочинение какое-нибудь, напишите письмо какому-нибудь очень важному человеку, вы сразу начнете воспроизводить все установки, которые у вас есть, относительно того, как нужно писать, каким должен быть наш письменный язык, будете как-то его там усложнять, какие-нибудь там депричастия, причастия добавлять, очень сложные там, сложные составные предложения будут, так далее, лексику будете отбирать специфическим образом. А когда вы пишете кому-то там вконтакте быстро, особенно какому-то человеку, которому быстро нужно ответить, он тебя давно знает, он не будет тебя там ругать за то, что там, не подумать о полосе, то, что запятую пропустил и так далее. Вот. Совершенно два разных регистра, вот, ну, у меня была другая лекция, русский язык и жизнь русская, высшая школа экономики, тоже можно найти на ютубе, русское общество. И там я, как раз, об этом рассказывал. Точно так же было, в общем, и в Древнем Новгороде. То есть, если человек образован, а в Древнем Новгороде, напоминаю, был очень высокий процент образованных людей, необычайно высокий для Средневековья, чуть ли не самый какой-то большой вот в то время, то есть, как раз там, 11-12 век, женщины были образованы и так далее. Детей уже учили писать, разумеется. Вот. То же самое было, если человек писал книги, ну, допустим, это был писец какой-то, он обладал вот этим, совершенно высоким регистром, старославянским языком, совершенно особое какое-то явление. А когда он писал берестяные грамоты, там язык был совершенно другой, и он действительно очень приближен к устному. Ну, это можно, это не просто какое-то умозрительное обстроение, ну, наверное, он был близок к устному, потому что это письма. А потому что в нем, например, сохранялись кое-какие там, расскажу чуть попозже об этом, синтаксические особенности, которые изначально стали известны исключительно благодаря устным языкам современным, ну, там, к какому-то славянскому и так далее, где это так или иначе сохраняется. А потом они были подтверждены, то есть вот то же самое, что мы там нашли в славянском, мы нашли в берестяных грамотах, и очень последовательно там вот эта синтаксическая черта проявляется. Тут я говорю, все интригую, вас чуть позже расскажу. Ну, вот. Ну, какие минусы у всех этих источников могут быть? Ну, в современном славянске языков понятные минусы, то, что очень много исчезло, и несмотря на то, что славянске языков у нас очень много, ну, все забываю, сколько у нас сейчас славянских стран, когда работает в центре славянской культуры, 11, что ли, 12, там, кто-то, КО, собственно, еще отделяется. Вот, еще, по-моему, здесь какие-то там нижние, верхние, лужеские языки и так далее, русинский язык, язык непонятно. Короче, суть в том, что их очень много. Ну, там, 15 языков, это, поверьте, порядочная выборка. Тем не менее, все равно, какие-то черты исчезли во всех славянских языках. Ну, там, не знаю, как он тебе, редуцированные, например, исчезли везде. Там в болгарском есть такой куцый звук, но это вроде не редуцировано, это уже на другого происхождения. Вот, там какие-то носовые гласные сохранились только в польском. Какие-то вот эти древние времена, аорист, имперфект, они сохранились только в южнославянских языках. А в восточных славянских, например, это, там говорят, берстинные грамоты, кстати говоря, их, по-видимому, не было уже в древнейший период. То есть, в 11 веке уже в Древней Руси аористами имперфекты, вот эти всякие формы типа поймаше, пареиде, хотяше. Такие вот, может, слышали. Ну, вы слышали их сейчас в реконструкции, может, там, в церкви слышали где-то. Вот их уже не было. Хотя их продолжали писать, опять же, в древнерусских текстах, вплоть до 17 века. Вот. То есть, очень многие вещи все равно уходят. И тут непонятно, почему это. То ли вообще языки все развиваются и идут в какой-то общей закономерности. То ли конкретно в славянские языки какая-то определенная интенция, какой-то путь развития заложен, даже если они распадаются на диалекции, все равно во всех диалекциях что-то такое происходит. То ли, ну, просто славяне, они все же живут близко друг к другу, они разбросаны к каким-то разным континентам, неотдельны, в общем, друг от друга непроходимыми горами, морями и так далее. Вот. И все языки друг на друга влияют. Ну, я считаю, что и то, и другое, и третье, но ничего из этого не является главной причиной. Ну, про современные, значит, языки тут тоже понятно, какой минус. Они уже особо не имеют отношения вообще к древности. Так, хотя, опять же, тоже самый литовский, вот, очень хороший пример. У старославянских текстов такой минус. То, что старославянский язык – это попытка создать письменный язык, такой для перевода греческих текстов изначально. То есть, в общем, такая славянская калька древнегреческого византийского языка. Чему это привело? К тому, что, да, конечно же, формы там используются в славянской. Там не были заимствованы греческие падежи, не были заимствованы греческие времена. Но то, насколько часто эти формы используются, в каком они значении могут использоваться, вот это уже достаточно сильно отличалось от живой речи. То есть, например, такой оборот – дательный и самостоятельный. Он встречается еще в русских текстах 18 века, то есть, как наследие старославянского примера. То есть, сейчас мы говорим, когда я ехал, не знаю, когда я ехал в библиотеку, там, не знаю, начался дождь. Вот, и если бы я написал этим оборотом дательный и самостоятельный, я бы написал едущему мне в библиотеку начался дождь. То есть, такое вот причастие и слово, которое «я», оно используется мне, значит, дать на падеже. Такой оборот. Вот он очень часто используется в старославянском языке, но он не характерен ни для какого живого славянского языка, потому что это калька с греческого оборота, генитимус абсолюта, что ли, в латыни тоже есть. Вот, те же самые причастия. Вот у нас сейчас есть такое представление, что вот хороший такой правильный литературный язык, в нем обязательно должны быть причастия. Ну, друзья, у нас это, мы так думаем, по двум причинам. Первое, потому что мы повторяем вот эти славянизмы. Второе, потому что, ну, за французским языком немножко еще повторяем. А так, в принципе, если вы посмотрите, каким языкам свойственны причастия, так вот обильно используемым среди славянских, ну, это русские только. Вот, то есть в тем же там, в украинском, белорусском, польском, они предпочитают всякие обороты, типа там, кой, который, там, и так далее, в чешском. Вот эти причастия, они не очень, не очень чистые. А у нас, потому что вот это славянизм, который в свое время был калькой из греческого. Вот, ну, такой вот минус, это нужно всегда иметь в виду, что мы имеем дело не с каким-то совсем исконно славянским языком, а с греческой калькой на славянскую почву. У древнерусских текстов основной минус в том, что они все написаны людьми, ну, это странно прозвучит, но почти все древнерусские тексты написаны людьми, которые этим древнерусским языком, вот, тем, которым они пишут, они не владеют как родным. Почему? Потому что, ну, за редчайшим исключением люди стараются писать на таком смешанном с церковно-славянско-древнерусском языке того, насколько там будет больше древнерусских элементов, это зависит от типа памятника, ну, допустим, какие-то документы, там, русская правда, там вот прям очень много, так называемых, русизмов. Если вы откроете какую-то типичную летопись, даже если там 14 века, там будет и то, и то, там в 15 веке начинается старую-славянское влияние, там наоборот, очень много этих славянизмов начинается. Вот, то есть, возьмите примеры с теми же самыми глагольными временами, типа Орест и Имперфект. Люди их пишут до 17 века, хотя они уже там 7-8 столетий в речи просто не используются. Разумеется, возникают ошибки, потому что там не просто свои окончания, там еще и другой способ образования, там уже помнить, какая основа там. То есть, я сам вот это здесь про него могу толком запомнить. И, разумеется, все эти тексты, ну, это вот, знаете, там, собрались там в одной комнате американец, китайцы, русский, и вот им дали задание написать какое-то там сочинение на английском языке. Ну, вроде там слова, ну, примерно одни и те же самые будут, там, грамматика тоже одна и та же. Но понимаете, что, скорее всего, язык китайца и русского будет очень сильно кальтирован с русского, соответственно, с китайского, а у американца он будет отходить из литературного стандарта, потому что он такой считает, я же американец, вот я как говорю, вот я так, наверное, и буду писать. Ну, типа, когда они вместо там write везде fill in будет и так далее. То есть, таких вещей уже очень много. Точно так же и тут, как бы, как, что из себя представляет язык конкретно древнерусского памятника, это очень зависит от писа, от его образованности, от того, когда это написано. И тексты на древнерусском языке 17 века, это не то же самое, что тексты на древнерусском языке 12. Вот, у новгородских грамм, ну, в основном, такой простой минус, их просто, к сожалению, мало. Ну, как, для корпуса текстов такого здорового это, наверное, мало, но сейчас, в принципе, уже найдено около 1050-1060 новгородских грамм, ну, еще там несколько десятков грамм из других городов, но это тоже мало. Ну, это все равно все тексты коротенькие, маловато, хотелось бы больше. Ну, вот, собственно, как конкретно, то есть, какие-то конкретные наблюдения насчет того, как же проводятся реконструкции вот по каким-то конкретным разделам. Ну, все всегда начинают с фонетики, потому что это, в общем, самое старое, чем занимается реконструкция, то есть, опять же, фонетические изменения привлекли ученые, в общем, в начале 19 века, ну, или в конце 18 даже. Ну, и вот есть два понятия – внешняя и внутренняя реконструкция. Что это такое? Внутренняя реконструкция – это когда мы узнаем какую-то проформу, исходя только из своего языка, то есть, исключительно манипулируясь данными русского языка, внешней реконструкции, когда мы привлекаем какие-то другие языки. Ну, вот, у кого есть догадка, что же такого интересно, вот какое конкретное фонетическое явление, вот можно здесь наблюдать. Да, носовой звук. Вот, то есть, вот эти, все вот эти слова, они, то есть, если мы, вот я, ну, представьте себе, что я вот вообще не знал про каких-то носовых, там, в славянских языках, но вот мне показали такую табличку. В принципе, мне должно совершенно хватить вот этих данных. Это, соответственно, болгарский, польский, русский, старославянский, древнерусский, прославянский, поздняя реконструкция, проиндоевропейский, греческий, английский и литовский. То есть, соответственно, гомб, хос, по-гречески так и значит, зуб. Комб, обратите внимание, это расчетка. Да, то есть, расчетка, это так называемый кагнац, то есть, слово исторически-родственное, слово зуб. И, собственно, да, и слово есть жамбас литовское. Это не зуб, а как-то, ну, вот такая гора, и вот на самой вершине этой горы вот такие, как бы, хребет такой идет, то есть, он выглядит как зубья. Гребет, гребет. Да, гребет, да, гребет. Но она обычно, я посмотрел по гугл-картинкам, там очень маленькая изображается. Вот. Ну, похоже на зуб. Вот понятно, почему именно вот в литовском вот именно это стали называть жамбас. Изначально, конечно, в каком-то там прабалтийском это тоже вот, и этот корень значил зуб. Ну, смотрите, что я тут вижу? Что я тут вижу? Я вижу, что... И нас был, допустим, у нас был старославянский звук, и он дал определенный рефлекс в современном болгарском. Это звук, это произносится как «э», то есть, это как такое «о», но как «эй», «о», «э», «зуб». Вот. Это польское «зомб». Ну, там сейчас на совости нету, но по диалектам есть «зомба». Вот. И современно русское «зуб». Ну, мы, очевидно, понимаем, что это одно и то же слово, но только в польском это почему-то такой звук, в болгарском такой, в русском другой. Понаблюдая за, в общем, болгарским языком, мы заметим, что как раз эти носовые старославянские, которые записываются вот такой вот особой буквой, «ю» с большой, они сейчас записываются вот так. Ну, например, слово «угл», «угл», надеюсь, правильно произнес, вот, там тоже был носовой. Вот. Сравните английское «angle», потому что оно однокоренно, это тоже когнатно-принадавреский уровень, там мы чуем «англ», то есть вот это «ан» есть носовое сочетание, носовое согласие. Вот, в русском языке носовых никаких нет, вот, но зато они есть в польском, как раз вот известный пример, что польский – это единственный славянский язык, который до сих пор сохраняет носовые звуки. Ну, допустим, все, мы узнали, что в прославянском языке вот на этом месте был носовой, но, допустим, если мы хотим какой-то более глубокой реконструкцией заняться, то есть, например, то, что я читал текст, это более глубокая реконструкция, это то состояние прославянского, когда еще носовое гласное не возникло, а не только, ну, может быть, потому-ка и на свой призвук, но это неизвестно доподлинно. То есть нам еще, например, важно различать «он» и «ун», «он» и «ом». Вот как нам вот это узнать? Ну, и, соответственно, обращаемся к данному уже вообще неславянских языков. Ну, первую очередь, конечно, смотрим наш любимый литовский, видим, что тут некий «жамбас». Почему «м»? Наверное, очень легко понять, потому что «б» чисто по артикуляции вызывает переход «н» в «м». Ну, то есть какая-нибудь фамилия, там, Домбровский, а там именно «домбровский», не «донбровский». Очень забавно, ты больше всего, что я первый раз увидел, слово «донбасс» пишут «донбасс». Вот, просто потому что это артикуляция, и действительно, наверное, кто-то так произносит. Это совершенно закономерное фонетическое явление. Это же сокращение, оно, по идее, не должно было встречаться в языке, но встретилось. Вот, английский язык, ну, тоже видим «ом». Вот, и грести тоже видим «ом». Конкретно мы хорошо знаем, что в проиндоевропейские краткие «о» стали в литовском краткими «а», а в, значит, в славянских языках они остались краткими «о». Вот, и, соответственно, литовский в этом плане очень показательный, но, опять же, если мы знаем, что в литовском «а», значит, должно быть «о» и в парабалтославянском. Ну, вот, соответственно, таким образом мы восстановили более-менее состояние всех гласных носов. То есть, конкретно нас интересует, каким же был носовой гласный там в более ранний период, и уверенно отвечаем. «Ом» был «ом». То есть «о», «м», «не он», «не ун» и так далее. Хотя, почему бы и нет? В принципе, могло быть. Но если бы мы не знали вот это, мы бы не могли ответить на этот вопрос. Не знали бы вот этих внешних данных. И внутренняя реконструкция. Тут, поскольку, опять же, нужно обращаться только к данным собственного языка, тут попрошу помощь зала. Вот. Значит, слово «петь», вот оно в дореволюционной орфографии записывается через букву «ядь». То есть, по древнерности это читалось как «пети». И, ну, конкретно вот лингвисты, в целом, у них уже есть такое знание, что если мы видим в русском слове, в дореволюционной орфографии «ядь», то он на православянском уровне может происходить из двух сочетаний. Первое – сочетание «ой», второе – это сочетание долги «э». И, к сожалению, вот просто так угадать это, ну, никак нельзя. То есть, эти два звука слились, и все, никак это не понять. Но есть, тем не менее, некоторые следы того, что действительно на этом месте когда-то был, ну, вот, некий звук, и нам нужно установить, какой же, какой же это звук. Какой был? Как был по-прославянски? Поэтой или поэтой? Кто за поэтой, руку, понимаем? Кто за поэтой? Ну, вот меньшинство. Хорошо. Вот. Соответственно, что мы видим? Ну, мы знаем, что окончание «ю» – это значит, что, во-первых, была ютация, потому что если бы ютации не было, было бы окончание «у», 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 «у». Вот. И также, ну, мы знаем, что у нас, опять же, есть корень. Вот он. И это уже суффикс «инфинитив ти». Есть корень, и, соответственно, корень, ну, конкретно вот в этом типе спряжения, сразу прибавляется окончание. И что мы видим? В пространском языке, когда эта форма образовывалась, мы видим сочетание «ой» и «он». То есть три гласных подряд, и такое, это называется, зияние, пространский язык такого не терпел. И поэтому, если «й» и «и» оказывался в положении между двумя гласными, он превращался в «и». Разумеется, что происходит? Разрушается этот дифтонг, то есть он уже становится не «ой», а «ой». Будущая его позиция, когда дифтонги «ой» переходят в «э», она исчезла, потому что, опять, дифтонг развалился. Вот, и, соответственно, появилась такая форма «пою». И вот у нас просто немножко орфография дурит голову. Если бы мы это записали как «по-е-у», то мы бы это видели более ясно. То есть вот способ внутренней реконструкции вот такой. Или вот, скажем, здесь я уже вам даже никаких намеков не даю, кроме вот этих примеров. Смотрите, нам нужно узнать, как же вот на том же самом, сейчас, минутку, нам нужно узнать, как на том же самом прославянском уровне было, значит, вот были две формы. Есть инфинитив, то есть что делать, есть, и я ем. Вот подумайте сейчас, какие могут быть варианты, если я вам дал такой пример. Ваши вопросы были. Слушайте, пожалуйста, меня зовут Коислов. Мы дадим вопрос. Почему тут латынь? Почему латынь? Потому что прославянский язык записывается латиницей, чтобы все славяне могли понимать. Ну и научная традиция. Да, эти вопросы потом, я думаю, что вопросов будет много. Вот, ну, значит, какие соображения? Что нас тут может интересовать? Значит, нас должно интересовать, какие же там должны быть согласия. Ну и, соответственно, у нас, опять же, есть выбор. Ну и вот как есть по-пространственности? Эстей или Эттей? Как будет Е-Е? Эн или Эдна? Эдна. Да, почему? Потому что корень-то исторический у нас Ед. Да. И это мы видим Еда никакая не Еа, не Еяд, а Еда. Да, Еди. Вот. И это сейчас нам там в школе могут говорить, что ну, такой корень, а тут вот такой корень. Это, ну, с точки зрения исторической лингвисты, это всегда странно. Если мы видим, что какой-то один корень имеет разные виды в разных словах, ну, один из, явно с одним и тем же значением, нужно быть начеку, потому что, скорее всего, значит, что в праславянском языке они имели более единый вид, но потом конкретно произошли упрощения какие-то сочетания согласных, то есть действительно было когда-то Эд, Тей, как понимаете, в сочетании ДТ. Во-первых, ДТ не может удержаться, это очевидно, оно должно происходить в Эд, Тей. Потом просто упрощение удвоенных согласных было в праславянском языке когда-то, и поэтому мы пошли другим путем, заменили Д на С, для большей легкости произношения. Точно так же было сознательно ЕМ, это Эдме, звук Д должен быть. Вот, про грамматику. Ну, опять же, грамматику, это под ней можно понять много чего, то есть грамматика – это у нас и словообразование, грамматика – это и просто какие-то там окончания, падежи и так далее, это и там какие-то формы глагольные. Опять же, тут можно было много о чем говорить, всего два примера будет. Первое, значит, слева вы видите реконструкции праславянского склонения, соответственно, все падежи, как русские, и один в конце зватель, именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложенный, звательный, то есть обращаемся к человеку, к субъекту. Вот, если осмотреть особенно в верхнюю часть, то мы видим, что, ну, прям действительно очень праславянские окончания похожи на литовские. Особенно, если знать, ну, какие-то специфические вещи, потому что ер в этой позиции когда-то был ос, то есть не вилкоз, а вилкоз, или, допустим, вот можно предположить, что окончание именительного падежа множество числа вилкоз, волки, но, значит, когда-то таким же было вилкоз и в литовском языке, а не вилкей, как сейчас это эй считается. Но потом форма именительного падежа какая-то стала какой-то другой, а она перешла в винительный, вот так. Или, может быть, тут какая-нибудь категория одушевленности, недушевленности играла свою роль, я не знаю. Но в целом, как видите, очень похоже. То есть здесь у нас, здесь а, здесь о, здесь о, здесь не о, но здесь тоже, по крайней мере, дифтом, здесь нет никакого согласного. Здесь у нас ер и н, то есть носовой согласный, а здесь мы видим вот такой крючочек, как он называется. Он обозначает некогда бывшие носовые гласные в литовском языке. То есть сейчас это просто долгий гласный, то есть вилка. Но в старой литовском это был вилкан, то есть носовой был. Точно так же здесь мы видим нити носовой на конце, и тут тоже видим долгое у, то есть, соответственно, вилкан в литовском языке. То есть вот очень-очень много сходств в то же время. Если бы мы сравнили просто русское современное склонение, или польское, или там сирбское, болгарское, мы бы большое количество этих сходств просто бы не заметили. Вот, ну и просто любопытный грамматический момент, который тоже не был бы, ну, наверное, он был бы ясен, но не так бы ясно, если бы мы не обращались как раз к данным других языков. Но смотрите, вы никогда не задумывались ли вы, почему в русском те у нас есть краткие и полные причастия? Дайте, если кто-то уже четко знает ответ, он цится, вот, пусть кто-то догадается. Лично определим, когда у нас сейчас краткие и полные прилагательные используются, вот, ну, в современном русском языке? Очевидно, что они невзаимозаменяемы. Да, и что это за... Сказуемые. Да, сказуемые, да. Правильно, то есть ответ такой, что краткие и прилагательные используются в современном русском языке там, где они являются частью сказуемого. И, в принципе, даже современный язык уже от этого отходит, мы все стараемся заменять полными прилагательными, вот, но, по крайней мере, это звучит не так странно. То есть, если мы хотим сказать, что там, не знаю, поездка была дорога, не знаю, не знаю, там, девушка, там, ты красива, вот, или какая-нибудь, там, не знаю, песня хороша, это, ну, скорее всего, человек бы современно сказал, что песня хорошая, но песня хороша, это, по крайней мере, понятно, что это тоже грамматика современного русского языка, может, такая немножко устарелая, но это нормально. А вот, скажем, я не знаю, там, какой-нибудь широк стол, или, я не знаю, не знаю, высока башня, это уже, ну, это явно не современный язык, потому что тут уже другая позиция, тут определение. То есть, итог, вывод какой, краткие и прилагательные в современном русском языке используются там, где они частью сказуемого, полные формы могут тоже в такой роли используются, но также они всегда используются там, где это определение синтаксическое. А вот теперь смотрим, что в литовском языке. Значит, я у нас, это как английское эя, то есть с неопределенной формы, я у нас из, это дэян, то есть определенная форма. И примечательно, что вообще нигде нет, то есть, в английском вот это эя, дэя можно к любому, ну, грубая, к любой части речи подставить, то есть определенным у нас может быть и прилагательная, и, ну, не к любой, там, к месту менее нельзя, неважно, может быть определенным прилагательная, и существительная, и так далее. Вот, в литовском и в латышском тоже только, только прилагательные могут быть определенными. Не помню насчет причастия, но не важно, что существительные не могут, это главное. И что мы видим? Мы замечаем, что в стране литовском, да, это вот такое окончание, но в то же время у нас есть еще и вот такое слово «из», и оно значит просто «он», то есть это указательное место имени «из». Подозрительно похоже, мне кажется. Точно так же, кстати, примечательно, что в английском артикле «д» тоже происходит не прямо от слова «this», но от однокоренного, то есть это всегда в языках так, что, как правило, неопределенный артикль – это кто-то один, допустим, один молодой, а определенный артикль – это этот молодой. То есть, если посмотрите, как устроены артикли в скандинавских языках, в болгарском, там тоже та же самая схема перехода. И вот что мы видим, что мы видим. В праславянском языке было ровно то же самое, то есть, например, молодой «молодес» – это просто молодой, а если какой-то конкретный молодой, определенный, о котором мы уже раньше говорили, это «молодес» есть, тоже было, соответственно, указательное местоимение «из», которое в древнерусском языке было «и». И, собственно, вот откуда пошли наши краткие, ну, откуда пошли конкретно полные прилагательные. Мы знаем, что когда-то они были именно определенными формами. И вот в древнерусском языке примерно в XIV веке произошло их переосмысление, и они стали использовать примерно так, как сейчас. Вот такое наблюдение. Значит, про порядок слов. Вот, да, это то, о чем я говорил, что вот стало известно благодаря древнегородским грамотам, ну, не стало известно, это вот окончательно подтвердилось. Ну, вообще, если так спросить, вот какой порядок слов в славянских языках? Ну, так, ответственно, это «свободный». Вот, конечно же, там, допустим, в польском, где он, наверное, более строг, чем в русском. Вот, но, опять же, поскольку у нас есть интонация, у нас есть падежи и падежные окончания, мы можем более-менее свободно менять порядок слов и делать какие-то акценты, и это не критично. Очевидно, что мы не можем так же свободно менять слова, там, во французском, в английском и так далее, потому что будет просто билиберда. А славянский язык как-то возможно. И вот вопрос, в праславянском языке был ли как-то определенный порядок слов? В принципе, ответ нет, за исключением одного. За исключением порядка следования частиц. Вот нам может кажется, что частицы, но вот они еще в школьной программе, они обычно в самом конце, чуть-чуть про них говорили, что есть какие-то частицы, и им никакого внимания не уделяется. Ну что, там нет никакого правила правописания, не сказать, что они какую-то значимую роль играют в современном языке, можно, в принципе, вообще более-менее без них обходиться. А вот для древнерусского языка и для прославянской частицы это просто все. Дело в том, что в древнерусском языке было достаточно плохо с разграничением некоторых частей речи. То есть, скажем, все числительные, в древнерусском языке не было числительными, все числительные были существительными. То есть, скажем, слово «пять» это «пять она», точно так же, как ладонь «она». Вот она, соответственно, склонялась так же. Вот, и так далее. Вот, не было очень многих союзов, то есть, конечно, какие-то отдельные чисто союзы существовали, ну типа, допустим, там «но», «но», тоже союз, пожалуйста. Но очень большое количество современных союзов заменяли просто частицы в разные комбинации. Мы сейчас дальше посмотрим. И, как видите, их было достаточно много. Вот «же» и «ли» они до сих пор есть в современном языке. «бо» это частица, которая значит «потому что», и «бо» она до сих пор есть в польском языке, «бо» в украинском. Значит, частица «ти» это не «ти», как «тебе», это то, что тут есть другое «ти», обратите внимание. Это «ти», которое усилительное. Оно очень часто используется в древнергородских грамотах. И, ну, примерно, по-иванному используется так же, как русское «то». Типа «я сказал то». Вот, или просто «я сказал». Раньше такая, ну «бы» понятно, это у нас условное наклонение. «ми», «ти», «си», «ны», «вы» это краткие формы местоимений в дательном падеже. «Мять», «я», «ся», «ны», «вы» это то же самое, только в винительном. И последнее – это формы глагола «быть», которые используются при перфектных образованиях. То есть, наше современное прошедшее время, то есть, «сказал», «сделал», «пошел». Оно – это «перфект», то есть, как английское «present perfect». Вот, то есть, он точно так же раньше использовался. И суть в том, что если нам в предложении нужно уместить вот эти, ну, несколько частиц, первое, они всегда будут на втором месте в предложении. То есть, как в немецком языке, вот глагол всегда нужно пихать на второе место, так же вот и в православянском языке любую частичку нужно пихать во второе место предложения, что бы там ни было. И, кстати говоря, сохраняется до сих пор в современном языке, может, до сих пор можно сказать какой-нибудь Николай Ж. Петрович, вот, или там в 2006 году. То есть, вот частичка «же» в современном языке, она до сих пор себя ведет очень похоже. Вот, это первый момент. А второй момент – это то, что существовал определенный ранг частиц. То есть, если их несколько, они должны идти в определенной последовательности. То есть, если у нас, допустим, есть частичка «бы», «ли» и, не знаю, «ся» в предложении, то у нас сначала должны идти «ли», потом «бы», потом «ся». То есть, вот, порядок по важности. Вот некоторые примеры. Вот я написал на православянском. Давайте, значит, я вам скажу каждую частичку, что значит каждое слово, а вы попробуйте угадать, что же это может значить, как это перевести на русский язык. Значит, «а» – это то же самое, что и современная русская «а», ну, также оно может иметь значение после. «Ж» – это то же самое, что и современная русская «жа», то есть некое обращение к тому, о чем ты говорил раньше, такая отсылка «ведь». «Лэ» – это «ли», вопросительная частица. «Ти» – это усилительная частица, просто. «Тен» – это «тя», то есть тебя обвинительный поддержит. Ну, здесь понятно, «не» – это отрицание. «Искю» – это «ищут», я могу сказать, «искатый». Как это можно перевести? «Не ищут тебя». «Неужели тебя еще не ищут». Вот, неужели, вот очень многие современные русские союзы, какие-то слова отдельные, они просто представляют собой нагромождение разных частиц. Ну, это сейчас объясню. Дайте второй пример. То есть, «неужели тебя не ищут». Вот, второе. «К» – это «как», «жэ» – это, опять же, просто «жэ», «ты», «тебе», «дательный поддержит». «Эссой» – «продала», «это перфект», то есть просто «продала», «эф солд». «То» – это, соответственно, «ну то» или «оно». «И как же ты это ему продала», «втюк», «вел» где-то на рынке. Вот, это примеры тоже, ну, я, конечно, немножко их переделал, но это, в общем, тоже примеры из «берестинограмот». То есть, там те же самые частицы были. Просто немножко там другие слова взял. «Если» – это «есть ли», вот. «Или» – это «и-ли». «Ежели» – это «е-же-ли». «Е» – это то же самое «е», которое, например, в слове «нету». «Не-е-ту» – буквально «нет тут». То есть, глагол «есть» в такой усеченной форме. «Неужели» – это «не…» Вот, смотрите, слово русское «уже» – это то же самое, что и по-древнерусски просто «у». Ну, прям по-латышски «уже» будет «яу». Вот это «яу» по-славянски «ёу» пришло в «у». То есть «у» и «уже» – это одно и то же. Просто вот эта усилительная частичка прилепилась, и ее усилительность со временем совсем стерлась. То есть, вот это четыре слова. И вот дальше примеры некоторых древнерусских союзов, каких-то форм, которые, как видите, тоже представляют собой нагромождение частичек. То есть, один вариант. Вот если вы хотите сказать «если же», вот очень много вот в древнерусских грамотах, вот, мне кажется, самое большое количество способов сказать что-либо – это сказать «если же». Там же постоянно, это одна из самых очень важных фраз для грамот, там же очень часто «если что-то будет, то сделай то-то», а если он придет туда-то, то передай ему вот это. То есть, это очень частое коммуникативное намерение, и поэтому очень важно уметь говорить «если же» разными способами. То есть, это можно сказать как «а-ти-ну», то есть, это «а» как типа «а-ти» – это усилительное, типа «а-то-но» – это «но». Как «но» типа «но», «а-то-но». Ну, то есть, на своем языке это вообще не звучит. «А-ж-бы» тоже понятно, то есть «бы» – это у нас некое значение сослагательности, «ж» – ссылка к тому, о чем мы говорили прежде, а «а» – это некое дополнение к тому, что я говорю. Видите, просто любой набор смыслов можно так и тонких выразить. Значит, «а-то-ти» – это «однако». Но «т» – это значит, это слово «тот» по-древнерусски, типа «а-то-то-то». Вот это как бы «однако» так значило. «Даже-ти» – вот отсюда, кстати, современное слово «даже». Это, ну да, это тоже как союз типа «Иван-да-Мария». «Ж» – это опять же усилительная частица. «Т» – тоже усилительная частица. То есть, как видите, вот непереводимая вообще вещь. Это «пускай». То есть, вот нет как бы императива у нас такого третьего лица в летельное наклонение. Вот будут такие формы. Так, что там дальше? Да, значит, следующее, о чем поговорим. То есть, про порядок слов. Все. Надеюсь, я вас впечатлил вот этой темой. Мне она тоже очень нравится. То, что вот как раз-таки Маша читала «Эш-жэ-лей-сой-топ-нон-ла-опакой-масой-выдно-на-на-та». «Эш-жэ-лей-а-четой». То есть, вот я вот это нагромождение частичек тоже вставлял в песню, чтобы вот такие простые синтаксические значения передать. Следующий пункт, по которому поговорим, и последний, в общем-то, уже про реконструкцию, это лексика. И вот как раз он, на мой взгляд, самый сложный. И тут я поделюсь совершенно практическими наработками. Вот если вот вы хотите что-то перевести на прославянности, ну, представьте себе, что вы уже знаете вот какую-то грамматику, то есть в фонетике вы не запутаетесь. У вас задача – узнать слова. Как это можно делать? Первый, самый нормальный способ – это заходите на «envictionary», вводите русское слово, допустим, «конь» или вот здесь «польское» я вводил изначально. Смотрим вот эту этимологию «from протеславик» – «конь». Нажимаем на этого самого коня, и там дальше вам будут представлены все древние формы его. То есть, например, «конь» – это слово, на самом деле, в прославянский «кобни», «кобнис». Сравните со словом «кобыла». Или, например, древнерусское слово «комони», то есть вот это, казалось бы, «м» откуда. А дело в том, что «кобни», оно стало «комни», просто ассимиляция произошла по месту образования, то вот это «м» сократилось, но вот какое-то одно слово, диалектное, джилое, вот это, в слое «полку Игоря» вот это «комони» встретилось. Вот, это один из вариантов. Самый простой «envictionary» словарь очень хорош тем, что там просто очень много всего. Это вот у нас такая традиция, что типа мы все делаем на русском языке, и поэтому действительно у нас хороший ресурс на русском языке почти по всему. А вот у многих других славян, ну, поляки, наверное, тоже, вот они скорее как мы, как они там, славянцы, там, хорваты, они очень многое предпочитают делать не на своем языке, а сразу переходить на английский, и с одной стороны, это типа грустно, что типа не очень у них развивается какая-то локальная там, ну, локальная среда вообще вся на своем языке в интернете, там, блогеров тех же самых больше, которые сразу делают видео на английском, а там не на македонском и так далее. Вот, но с другой стороны, плюс в том, что действительно вот это «envictionary» — это труд людей со всего мира, и тут много чего добавлено. Потом там очень хорошо есть, можно посмотреть слова, значит, в разных языках «потомки». Вот, точно так же можно для праневропейских слов смотреть, это очень легко. Вот, то есть вот мы видим, что у нас прославянская «коня», и вот мы видим, что древнерусская — это «од и славик», это «коня», и транскрипция дана, значит, там русинская «кинь», украинская «кинь», новгородская не записали, «коня» должно быть. Значит, ой, он болгарская «кон», македонская «конь», глаголец, ну, глаголец просто «конь». Ну вот, то есть здесь я, к сожалению, вам взял такое слово, которое не сказать, что сильно отличается по звучанию в разных языках, но можно взять, например, слово «воробей», которое, оно непонятно, как, наверное, конституется, как «врубель», как художник, как по-польски «врубель», или оно как «воробиге», как «воробей», русский суффикс, или оно как «врабец», как «чешское». Вот, то есть же очень любопытное слово, которое корень везде во всех славянских языках один, а суффикс везде разный. Вот. Другой вариант, конечно же, отечественный, ну, проще тем, что все на русском языке написано, и, в общем, не дурно, на самом деле, это словарь тоже русская. Русский вики-словарь, там почти все, что там против молодей написано, это словарь Фасмера. Ну, он уже, ну, не сказать, что он устарел, но, по крайней мере, ну, он написан был в 40-е годы, но, по крайней мере, его никто не переплюнул по какой-то глубине вот изучения материала и по всеобъемной части. Немецкий? Немец российского происхождения. Он в Российской империи жил, работал, но, разумеется, после прихода класса большевиков уехал в Германию. Вот. Можно смотреть тут, тут тоже очень много чего написано. Другое дело, кстати, вот тоже сразу наблюдение, вот что меня постоянно немножко, ну, не то, что напрягает, удивляет. Вот здесь, ну, здесь плохой пример, нет такого слова. Ну, допустим, слово Дерву, оно записано, из задних рядов точно не видно, я скажу, что оно записано через букву Ви, нет никаких ударений, ничего не проставлено, потому что у нас, опять же, это старый словарь, вот там все максимально просто указано, а в виде словаря там везде ударения, вот эти прославянские тона указывают. Там дают часто какие-то пробалты славянских соответствий, соответственно, там не В будет, а W. Ну, в общем, куда более подробно там делается, почему у нас здесь порт не добавлены тут, мне не ясно. Хотя бы просто в виде того, типа, смотрите, балта, славянская и ссылка. Нет такого. Поэтому без английского виде словаря никак. Следующий способ, такой более серьезный, но требующий более еще временных затрат, это, значит, называется антимологический словарь славянских языков, СССЯ, вот аббревиатура, его так ищут. Значит, здесь автор пошел, значит, недолго думал и рассудил весьма так своеобычно. Ну, типа, какие слова можно читать про славянскими? Ну, типа, ну, которые есть в современном славянских языках. Вот эти словари имеют весьма своеобычное устройство, то есть туда просто действительно запекнули чуть ли не все слова всех славянских языков, ну, может, и как-то более-менее объединили, если там общий корень. Но в чем плюс? Понятно, что если мы ищем какое-нибудь изысканное, там, какое-то слово, то мы можем вот наткнуться, типа, на вопрос, типа, это вообще могло быть в про славянском или нет? То, что такая реконструкция может дана, но она там может выводить из какого-то одного языка. Ну, прям, такое слово, помню, слово книга, вот вопрос, откуда он происходит? Ну, обычно говорят, там, про славянского, там, книга, там, не всех устраивает такой вопрос, со слова самого книга, откуда? Очевидно, что у совсем древних славян никаких книг не было. Книги сделаны раньше были из дерева. Соответственно, можно предположить, что слово, ну, книга так или иначе связана с деревьями. И действительно мы находим реконструкцию, есть слово, опять же, в стороне звучания, это конейон, это значит примерно, типа, чаще лес, тогда, то есть вот семантика такая. Вот отсюда происходит слово книга. И вот можно найти такие вещи. Но если вы ищете что-то более простое, ну, то есть, опять же, какое-то слово там, не знаю, слово там, небо. То есть даже если там какие-то суффиксы прирастают в разных языках, то очевидно, что корень везде один. И действительно автор делает обзор сразу всех слов в осенславянских языках. Он дает их, по крайней мере, написание, дает реконструкцию, ну, и какой-то комментарий. И у этого слова есть один громадный минус. Трубачев его не успел закончить при жизни. Его до сих пор не успели закончить. Новые издания постоянно уходят. Там уже 42, что ли, тома. Но, увы, он по алфавиту уже идут. Они остановились на букве «Р». То есть если вы хотите узнать любое прославянское слово, которое, как вы предполагаете, начиналось на букву, которую вы увидите после «Р», у вас ничего не удастся. Вот. Так что только начальные слова нужно искать. Трубачев, имя отчество, не помню. Так, и вот, я все носил. Ну, это, на самом деле, честно скажу, это было немножко для такой рекламы сделано про междуславянский язык. Значит, сразу говорю, что междуславянский язык – это искусственный язык, который был несколько лет назад придуман чешским профессором, там доработан его голландским коллегой. Его фишка в том, что там взяты все эти черты славянских языков всех, которые максимально общие, максимально понятные для всех славян. Дайте я вот тебе сейчас открою одно видео. Фишка в том, что, особенно если вы видите субтитры, то неважно, на каком славянском языке вы говорите и знаете ли вы какой-либо другой, вы очень хорошо понимаете, что люди говорят. Действительно, максимально усредненный язык, максимально усредненная грамматика, произношение и, главное, лексика. Это тоже мой знакомый, Норберт Вишбискин. Мы с ним два года засписывались по поводу уроков польского, из этого ничего не вышло, но по крайней мере общались. Вот. И вот он стал очень популярен в последнее время, потому что он взял интервью вот этого Войта Хмиронка, его что ли зовут, этого профессора. Значит, просто послушаем, что они говорят. Опять же, есть субтитры. Я думаю, что, если внимательно слушать, то, в принципе, поймете все. Это нужно учитывать, что это Чех, это поляк. А когда это было опубликовано на интернету, так я нашел Яна Фанштенберхена, или может он нашел меня, я не знаю точно, кто был первым, но мы друзья от этого времени. Потом еще интересное было, что господин режиссер и продукт Вакслав Мархол достал права, авторская права, на фильм «Колорованная птица», то есть по-польски малованый птак. А он имел таку, таку стратегию, чтобы люди в этом фильме не говорили по-польски, ни украински, никаким конкретным языком. А он пробовал делать некакий свой язык. А познал, что это много тачков. Ну, понятно, то есть вы, в общем, понимаете, в общем, почти все, что они говорят. Тут, конечно, есть какие-то интернационализмы, типа вот «Колорван», очевидно, это «раскрашенная птица», в польском нет слова «цвет», по-польски «цвет» — это «колор», поэтому прямо незнакомым пришлось выбрать вот такой интернационализм. Но, опять же, можете поверить мне на слово, то есть вы можете совершенно спокойно, вот даже если вы не лингвист, слушать, что они говорят, послушать все интервью, поймете, ну, почти все, что они говорят. И эта фишка, она работает как на поляках, Очевидно, что с понимающими говорят Он, кстати, русского не знает Этот Норберт Вот У него канал Да, да, у него канал называется Эколингвист Как через латинский записывается Ну или можно набрать между славянский По-русски он вылетит Ну вот, то есть был создан такой язык Он стал очень популярен В последние несколько месяцев Поэтому меня там даже про него спрашивали Я не стал снимать об этом видео, я написал пост У себя в группе ВКонтакте Чтение для вкуса, разума и чувствования Которую Маша модрит И там я такую мысль интересную Вбросил, типа, а может быть Между славянским языком Искусственный современный язык, он нам поможет В реконструкции прославянского языка Потому что очевидно, что если Все славяне, которые слушают этот язык Они его понимают, они, соответственно, понимают слова А если все славяне понимают слова, то есть Это наиболее вероятно, что именно эти слова Они как раз были общими для всех Они не возникли потом в каких-то отдельных языках И непонятно только о какой-то одной маленькой группе Отбросим интернационализм, да, но все равно То есть какие-то слова, которые Ну, там, не знаю Ну, допустим, по-польски Поведжечь Это как буквально на русский Поведать Это сказать А вот, скажем Отповеджечь Это что? Ну, нет, кто знает польский, не нужно отвечать Ну, ладно, допустим Какой-нибудь Спотыкаться Это что? Стреть Все знают польский? Да, встречаться Да, ну, сейчас Ну, какой-нибудь А вот какой-нибудь Запоментать Запоментать Запомнить А, запомнять Запомнять Запомнить Запомнить Это забыть Значит, запоментать Это запомнить Ну вот, суть в том, что я не могу, конечно, проконтролировать, кто тут что-то знает, но суть в том, что в любом славянском языке есть такая лексика, которая может даже составлена из своих собственных славянских корней, но ее значение не очевидно, то есть, получается, или вот эти ложные друзья переводчика, или не очень понятно, какой там оттенок у этого слова, вот. Вот, и, ну, казалось бы, что если мы обращаемся к междуславянскому языку, то мы, ну, очевидно, если славяне понимают все, то мы эту проблему разрешаем, и я, к сожалению, разочаровался, вот, я просто стал искать, то есть, смотрите, вот, по поводу лексики, есть вот такие слова, в основном, это глаголы как раз-таки, может, даже очень простые по значению, но они почему-то в большинстве славянских языков имеют совершенно свой особый вид, и вот, допустим, я хотел перевести на прославянский язык такие слова, как сказать, встретиться и забыть, ну, вот, очень простая лексика, и выяснилось, что этот междуславянский словарь, он построен почти как словарь Трубачева, то есть, там дается список, конечно, есть какой-то приоритет, но совершенно непонятно, почему тебе сразу дается несколько слов, они, ну, извините, приведу конкретный пример, то есть, я ввел слово сказать, to save английский, там английский, есть польский, есть английский, значит, и он мне что выдал, и он мне выдал, говорите, казати, ректи, голосити, ну, понятно, корни все узнают, но какое же слово одно выбрать? Видно, что вы по-русски, вы не будете говорить речь, я реку, это что-то слишком возвышенное, конечно, не будете голосить, это другой оттенок, нужно что-то одно выбрать, не очень понятно, что лучше, То, что казати, если выберем, не все считают, что русские, по крайней мере люди, что это сказати, то есть, допустим, в белорусском там есть такое казать, вот, а у нас сказать, у нас казаться, казаться другое значение, это не говорится, а это вид сделать Вот, то же самое, допустим, слово встретиться Стрэшти, стрэчати, сустрэшти, сходитеся, тоже четыре варианта, совершенно непонятно, что лучше выбрать, и чисто из своего языка учить, я так думаю, но, значит, по-белорусски, значит, по-древнерусски Сустрэкатисе есть в грамотах в Новгородске, что ли, по-белорусски Сустрэча, что ли, есть старославянская Срэча, это Сретень Господня сюда же, вот, по-польски, опять, вообще другое, споткать, чья, встретиться Тоже не очень понятно, что выбрать прямого ответа ясного нет, или, например, то же самое, забыть, запомнить, я, честно говоря, так и не понял, что же именно с этими глаголами в прославянском было, но, опять же, он мне дает Забеспоментити, ни одного славянского языка не знаю, где слово забыть имеет такой вид, и слово русское забыть, но забыть это очень плохо, потому что кто-то не произносит И, и он может сказать забич, забить, а по-польски, забич, это убить, вот, и нехорошо, а, значит, это забыть, по-польски, это запомнишь, совершенно другое, и так думаешь, вот, чтобы выбрать, действительно, и конкретно я в своей реконструкции, вот, для вот этой, Я, ну, поступал, в общем, более традиционным способом, просто смотрел, смотрел сначала по словарям всех славянских языков, как и что значит, смотрел, каких слов больше Форм именно, смотрел, чтобы они желательно были не в одной языковой группе, то есть не только у южных славян, не только у западных Смотрел, что было в Старославии и Древненовгородском, потому что это самое показательное, потому что это самое близкое к прославу И, таким образом, вот, удовлетворял свой этот интерес, узнать, как же в прославянском языке будет то или иное слово То есть, в принципе, не исключаю, что просто возможности словаря между славянского языка не исчерпаны Но, конкретно мне, что-то этот способ не очень понравился Вот, но, зато, с другой стороны, вот, есть какая-то лексика, которая очень быстро в языках сменяется Это вот какие-то такие глаголы, даже вообще любые, значит, жаргонные, возьмите, они же тоже, как правило, жаргонные слова Но заменяют слова очень, там, простые, то есть сколько у нас есть различных слов, там, для значения тоже говорить, там, трактить, балаболить, я не знаю, чесать языком Не знаю, талалыкать, ну, очень много слов, болтать, вот, там, по-пользу, там, гадать еще, болтать, тоже слово гадать русское с другим значением И так далее, то, что, там, забыть, запамятовать, там, вылетел с головы То есть, языки стремятся к тому, чтобы такие базовые слова как-то заорганизировать, делать большое количество синонимов и так далее А вот есть такая лексика, которая очень медленно изменяется в языках, то есть, я не буду сейчас рассказывать про список сводиш, уже всем тоже надоело это расскажу Просто про какие-то отдельные группы Вот, это на пространственном языке Значит, комментарий Ну, часть тела, то есть, картинка чуть ли не как из учебника Но, в принципе, если увидите, что, увидите, что необычайно хорошая сохранность лексики для языка То есть, вот сколько прошло лет И в целом у нас, не сказать, что очень много слов из этого списка заменилось на какие-то новые жаргонные обозначения Те, которые не совпадают по корню с современным русским языком, вы, возможно, их угадаете Ну, смотрите, понятно, что вы понимаете, что каждое слово значит, потому что оно к соответствующей части тела приведено стрелка Но давайте подумаем, значит, ормен – это что за слово в языке современном славянском каком-то? Плечи – рамина Да, рамина Да, это в поэзии 19 века еще, да Плечи – это плечи, соответственно Причем, кстати говоря, в славянских языках, как и в русском языке, есть вот такая путаница известная Что такое плечи вообще? Ну, большинство людей говорят, что плечи – это вот А спортсмены говорят, что это дельты, а плечи – это вот А вот это что? Обычный человек говорит, что это предплечье А спортсмен говорит, что предплечье – это вот это, а плечо – это вот это Вот, и то же самое есть в польском языке со словом, значит, рамия, пшайда рамия То есть точно так же вот спортсмены, для спортсменов рамия – это вот это Для обычных людей рамия – это вот это Вот Ой, ой, улетел микрофон Так, ну смотрите, что у нас тут еще есть Это у нас какое слово? Да, ладонь, да лонь, да, по-почти двонь, да, длайн, длайн старославянская, значит, олнита, да ланита, да щека, да, тоже, ну, у меня из классической поэзии ничего не вспоминается, у лета он наблюдал предмет от слова ланиты, вот, пусть это должно быть, вот это, хребет, да, хребетис, вот. Вот, а все остальное, в общем, понятно, но тоже, очи, если ты как очи, глаза тоже все очи, да, кстати, забавно, что вот слово, говорят, что типа слово очи ушло, как жаль, откуда же у нас первое слово очки, во второе, откуда же слово очко, вот, как очко, значит, дальше в презентацию идем, ну вот, то есть есть такая лексика, как части тела, название родственников, какие-то названия природных объектов, которые, ой, которые в языках, в любых, не только славянских, они очень медленно как-то сменяются, и вот, в принципе, если приводить реконструкции, вот, как раз и лексики именно из этой группы, то все в целом понятно, если я начинаю давать какой-то уже текст вот с такими словами, типа встречаться, запоминать и так далее, там без предварительного разъяснения не обойтись, скорее всего. Ну, и, конечно же, последний момент, что, ну, про славянский язык, он не был единым, ну, тут, конечно, расселение славян показано уже в поздней эпохе, когда у нас восточные славяне двинулись на восток, северные славяне, это типа новгородцы, псковичи, псковичи, они двинулись, соответственно, за год они двинулись в Новгород, южные славяне тоже там дошли до Греции и так далее, большая территория. Но все равно, даже если мы берем, там, какой-то момент распада про славянской общности, там, какая-то пражская археологическая культура, это все равно, это все равно примерно вот такой большой достаточно кусок земли, очевидно, что на котором язык единым просто не может быть никак. Если сейчас, там, грубо говоря, соседние области могут иметь какие-то свои диалекты, там, на Кавказе и так далее, где еще какие-то природные преграды, есть вообще свои деревни, там, в Норвегии, в своей деревне свой диалект каждый. Вот, просто про славянский язык не мог быть единым. Вот, и, опять же, как эту проблему решать, если мы хотим что-то реконструировать? Ну, есть такой вариант, как выбирать реконструкцию про славянского языка какого-то определенного региона. Вот, ну, я, поскольку все же я знаю польский, я знаю русский, я хорошо понимаю гражданский и белорусский, ну, и старослав из южного, то, ну, можно сказать, что я, наверное, в своих вот реконструкциях на певах ориентировался на некие северо-восточные говоры. И это нормально, например, вот есть такой проект современный проиндоевропейский, тоже очень любопытная штука. Вот, и там тоже авторы, в общем, решили, что, ну, как бы это, наверное, невозможно реконструировать какой-то единый проиндоевропейский, будет очень много вопросов. И поэтому, да, поскольку мы именно европейцы, но они же там кто-то испанец, кто-то англичанин, я не помню, вот, они взяли тоже северо-восточный вариант, северо-западный вариант проиндоевропейский диалектов, а юго-восточный, там, Индия, Иран, они меньше обращали внимания на соответствующие языки при своих реконструкциях. И вот, есть такая книжка, которую я вам советую всем брать, вот, сейчас, да, она тяжелая. Значит, есть такая книжка, значит, «Общеславянский лингвистический атлас». Вот она у нас лежит в библиотеке, обычно, когда я ее положу на место, вот этот дальний самый шкаф, вот этот большой, ну, видите, зеленый, здоровый. Значит, очень интересно просто рассматривать. Вот я сейчас вам покажу статью на слово «счастье», то есть картография, то есть я объясню метод. Я думаю, что купить, ну, я думаю, что если покупать, ну, в интернете, конечно, это дорого, должно стоить, и должно быть тысяч 4-5, наверное. Если даже «Зелезняковский словарь» стоил две тысячи, вот, то... Значит, блокирую надо купить. Да. Не, а как средневековые эти книги здоровые. Значит, смотрите, ну, ничего, конечно, не видно, очевидно, но я поясню. Ну, понимаете, что точки – это то место, где, ну, ездили по разным регионам, по разным селам, записывали, как они говорят, тельные слова, и как вот они скажут там «счастье», допустим. И, соответственно, где встречали слово с тем или иным корнем, они ставили точку. Ну, очевидно, что слова какие-то встречали на территории всего славянского расселения, там, где славяне не живут, соответственно, это у нас в Румынии, Венгрии, там, Австрии и так далее, точек минимум. Ну, и там на Русском Севере тоже точек минимум, и тоже в Новигах точек минимум, а в всей славянской территории что-то написано. Вот, ну, и смотрите, какие варианты, то есть как называют слово «счастье» у разных славян. Я буду читать в такой русской оголосовке, потому что не знаю всех этих произношений. Значит, «среча», «счастье», «сбожо», «глука», значит, «доля», вот как раз-таки, «радость» внезапно, «фортуна», «космет», «серенча» и «сбожье». Вот, а, «сбожье» уже было. Ну, и, соответственно, «фортуна» и «наслатинизм», «космет», это, судя по, «космет» встречается у нас вот здесь вот на юге Болгарии, Македонии, скорее всего, «тюркизм». Какое-то «соренча» — это, скорее всего, какой-нибудь, ты знаешь, про славянское слово, которое попало в Венгерске. «Соренча» — это богиня, и ее родная сестра не «соренча» говорит, «доль» и не «доль». Да, да, есть такое, вот. Это, соответственно, «соренча» — это венгерская какая-то голосовка, вот она встречается, где эти цветочки тут. Ну, вот, да, вот один вижу, то есть на границе с Венгрией где-то, видимо. «Радость» у нас только одна на территории возле Латвии, вот. «Доля» у нас встречается в разных местах, но как раз-таки вот на территории исторического славянского расселения, то есть это, видимо, Западная Белоруссия, Польша, Чехия, вот тут «доля» есть. Ну, самое популярное, конечно, «счастье» по славянской реконструкции туда на «сучастие», она, а к чему это происходит? «Сучастие» — это как хорошая часть, такая приставка, которая, значит, что-то хорошее, вот. Нужно вспоминать какие-то еще слова с ней есть. И «частье» — хорошая часть, то есть хорошая доля, то есть, ну, материальная какая-то заинтересованность. То есть что такое «счастье»? Какая хорошая часть тебе досталась, вот. И неудивительно, кстати говоря, что по-польски одно из, один из переводов слова «счастье» — это слово «роскошь». Вот. Ну вот, и то есть большинство, что вы здесь видите, вот все это, это вот тот значок, который здесь дан для счастья. Вот, и, как понимаете, тут для очень многих слов это дано. Сейчас просто прочту вам оглавление, чтобы вас заинтриговать, что тут есть. Значит, встретит, любит, целует, желает, жених, невеста, кольцо с камнем, ручальное кольцо, курит, прощается, барабан, танцует, женщина, которая поет, да, похороны. Ну вот, да, жизнь, смерть, праздник. Вот, очень интересная книжка, и, то есть, это, на самом деле, единственный нормальный вопрос — решить как-то проблемы диалектного дробления. То есть, да, у нас могут быть какие-то теоретические знания, то есть, ну, там, то, что новгородцы, псковичи, они раньше отделились от прославительского общества, раньше пошли на север, поэтому там нету никакой, там, полутализации и так далее. Вот. Но они нам не позволяют решать вот какие-то конкретные вопросы, которые, ну, типа, там, какое слово было, которое нельзя вывести через фонетические законы, через какое-то такое строгое доказательство. И, в общем, вот это картографирование — это единственный нормальный вариант эту проблему решить. То есть, мы смотрим, во-первых, если мы конструируем прославительство для какого-то отдельного региона, смотрим, что в этом регионе встречается. Если у нас нет такой задачи, мы просто смотрим какое-то слово, которое или, допустим, ближе к центру должно быть, или которое, наоборот, чаще должно встречаться. Вот я выбрал доли, на самом деле просто потому, что хотелось что-то другое взять, а не с ученствием. И потому что оно короче. Вот. Чисто поетести нужды. А, ну еще, чтобы была как раз коннотация с долей, не долей, вот с мифологическим. Ну и итоги. Мы же говорим, по-моему, очень долго, да. Полтора часа. Ну, несколько вопросов, на которые я дам краткий ответ. Насколько реконструкция хорошо отражает реальный язык? На самом деле, честно скажу, плохо. То есть, если, вот мыслям представить такой эксперимент, если бы вот я, допустим, сейчас попал в машине времени, там, полторы тысячи лет назад, встретил бы, ну, некого там древнего славянина и решил бы с ним поговорить. Ну, возможно, он что-то примерно понял, какие-то отдельные слова из того, что я скажу, но, разумеется, это был бы там уровень владения А1. То есть, очень криво сказано, и на слух тоже было бы понять очень трудно. То есть, действительно, вот это представление модернистских лингвистов в 19 веке, о том, что мы сейчас все так реконструируем 100%, оно давно разрушено. Это не так. То есть, во многом, конечно же, да, то есть, мы основываемся на реальных данных научных, но сам вот этот процесс реконструирования, тем более написания текстов, это во многом такая, ну, логическая там игра интеллектуальная. Ну, то есть, я на это так смотрю. То есть, уже сколько раз вот были у меня какие-то споры там с кем-то в комментариях, ну, с людьми, которые тоже соображение какое-то имеют, и просто мы понимаем, что у каких-то одних своих аргументов разного там характера, там, этот там, такой звук в такой позиции, скорее всего, должен был прийти, а вот этот звук должен был утратиться так-то, потому что он так утратился в интернеранских языках. Просто кто-то набирает какой-то набор аргументов, который защищает, допустим, то или иное фонетическое изменение, и дальше все, дальше тупик. То есть, как-то разрешить это невозможно, потому что это абсолютно все умозрительно, это проверить никак нельзя, то есть, если речь идет о таком промежуточном этапе, и все, то есть, вот, ну, как быть, то есть, о каком стопроцентном познании может идти речь. Потом, что можно реконструировать, а что принципиально нет? Ну, ответ простой. Реконструировать можно все, что оставило следы. Приведу пример внезапно из латыни. Значит, фактически латинский язык, это такой прароманский, потому что все современные романские языки, они восходят к латыни. И вообразите себя, что латыни была бесписимым языком, нет у нас ее, и нам ее нужно было бы реконструировать. Смогли бы мы полностью реконструировать? Нет. Ну, если бы еще текстов, конечно, не было, какие-то более поднения. Все письменные языки были бы сейчас бесписменные, вот мы бы их начали изучать, как языки Африки. И что конкретно мы бы не смогли реконструировать? Мы не смогли бы реконструировать парадигму пассивного залога, от которого окончание «орристур», «мурменинтур», «орнатур» и так далее, вот, украшается. Почему? Потому что просто вот эта штука конкретная, эти грамматические формы, они не остались ни в каком современном романском языке. Все, следов их нет, может, какие-то застывшие формы можно было найти, но, опять же, я не знаю, то есть, в общее представление, что их реконструировать нельзя. Точно так же мы можем, конечно, предполагать, что в праздновательском языке были там какие-то, может быть, звуки, то есть, какой-то один звук произносился с каким-то призвуком, ну, тут очень много таких вещей, на самом деле, в лингвистических работах, но поскольку эти все звуки потом слились, никак это логически вот из порядка фантичных изменений не выходит, и вот эти вещи доказать невозможно, и, кстати, даже если что-то такое реально когда-то было, мы это реконструировать не можем. То есть, если у нас полностью исчезла парадигма склонения, и никаких следов не осталось, там, типа, застывшие обороты, типа, наших, какой-нибудь там, по делам, потому что по-другому русски, это по делам, а не по делам, вот, если вот таких вещей нет, то все, мы не можем реконструировать никакие падежные формы. Ну, вот, понятно, что тоже это говорит о том, что мы не можем 100% регистрировать язык, это утопия. Потом, тоже вот, может, вам-то интересно, вы же тут собрались, и вряд ли тут много лингвистов сидит, кому и зачем нужна реконструкция проязыков, кроме лингвистов? Ну, может, да, это интересно послушать. И, по-моему, очень такую, ну, новую жизнь в языковой реконструкции вдохновила всякой фэнтези, кино, вот как раз музыка и так далее, потому что это как раз очень хорошо развивается, ну, буквально в последние десятилетия, то есть, вот, все знают, там, например, из Властелина колец, там, из, как-то, как Халдрога, это что у нас? Игра престолов, да, что тоже дотракийский язык, то есть, вот, придумывают искусственные языки для каких-то вымышленных миров, придумывают, значит, берут, или как раз берут реконструированные языки, ну, для создания какого-то колорита, или берут искусственные языки на основе реконструированных, то есть, я один раз видел компьютерную игру, где-то какая-то там древность была такая седая, вот, и люди говорили, ну, то есть, я не очень понимал все, что они говорят, но там были субтитры, и это очевидно, это искаженный пренд-европейский, то есть, просто пренд-европейская реконструкция, что-то там добавлено латинское, что-то там какие-то звуки упрощены, и вот искусственный язык на основе пренд-европейского в компьютерной игре. — А кто создал эту игру? — Игру? Я не помню, я просто вырезку смотрел, мне отправили, вот. Ну вот, то есть, используется это для таких вот художественных целей, и, в принципе, я же тоже это все использую, как видите, для художественных целей. Ну, вот этот рассказик, я не знаю, может, когда-нибудь его доделаю, публикую, но вот на первую вот песню, пожалуйста, вот, одновременно можно, типа, если хорошая получилась музыка, люди слушают хорошую музыку и песню, если музыка вышла не очень, можно сказать, ну, это эксперимент просто был тут, что придираться-то, вот. То есть, вот у меня такой интерес, и это вот, я, я, конечно, не единственный человек, который что-либо попытался написать на прославянском. Да, сейчас послушаем. — А музыка? — Прочнее у вас подготовиться к вызову. Завтра в 11 часов мы будем рады видеть вас снова. — Это тоже требует некоторого комментария, сейчас, да. Вот, значит, да, есть, просто наберите, там, Protos, Lavic, что-то такое на Ютубе, найдете несколько реконструкций, они, как правило, все плохие, но плохие не из-за того, что там текст плохой, а из-за того, что читают отвратительно. Вот это моя личная, моя личная придирка. Вот. Но песни на прославянском, например, я вроде первый, кто написал. Есть песни на всяких, на прусском пишут, вот это я видел, на прославянском нет. Вот. Есть песни на проэндоверопейском, причем, да, сейчас, ну, причем это не обязательно песни в каком-то жанре, типа эмби, фолк и так далее. Я слышал панк-рок на проэндоверопейском. Вот. Ну, странно звучит, но, ну, допустим. Вот. И последнее, как ученые относятся к текстам на реконструированных языках. В 19 веке они считали, что это очень круто, сейчас ученые относятся очень плохо. И вот я думаю, что если вот, ну, какой-то, допустим, я, например, знаю, что меня смотрит Антон Сомин на Александр Пиперский. Вот. Если я не посмотрю, вот на то, что я сочинил, я подумаю, вот что-то сомнительное тут Микитка представил. Вот. А я, честно, признаюсь, что действительно это, ну, реконструкция, да, часть и фикция. Любая реконструкция – это фикция. Вот. И поэтому ученые, поскольку они понимают, что это не то, что обычно люди об этом думают, не стопроцентное воспроизведение древнего языка, они относятся к реконструкции языка плохо. Тут имеют еще место такой момент, как в изобретении новых, там, искусственных языков. Но обычно эти люди какие-то странноватые занимаются. Ну, я на себя не намекаю, вот. Но, типа, обычно действительно реконструкция написания стихов на каких-то древних языках – это интересует весьма специфических людей. Вот. И, ну, к сожалению, не все из них адекватны вот именно в общении. Вот. Я это все хорошо знаю, потому что мне, ну, где-то раз, там, в месяца два пишет какой-то человек с просьбой проверить его перевод на праславянский. Вот один из них тут даже сидит сейчас в зале. Вот. Ну, ладно, все, не буду вас задерживать в вопросе. Значит, и по поводу… Да, конец. И по поводу библиотеки, то, что она закрывается. Можно, конечно, чуть-чуть опоздать, но имейте в виду, что там, первое, сейчас будет очередь, нужно забрать свои вещи из гардероба. Где-то в 19, там, 10 уже они скажут «Все, мы закрываемся и уходим». Вот. Поэтому, пожалуйста, не задерживайтесь очень долго, но на вопросы я еще готов ответить. А какой современный смоянский язык ближе всего с просьбой? Никакой. Почему? Это уже с кем-то, тут такие спекуляции, значит… Тут, да, тут, смотрите, очень часто любят говорить польский, сразу, почему? Носовые гласные. А дальше, типа, а дальше еще что? Литовский. Литовский, балтийский язык. Никакой язык не ближе. Белорусскому. Да, белорусы тоже считают, что у них язык очень близкий к их древнему, но это, мягко говоря, не так. Нет, можно брать какие-то отдельные аспекты языка и действительно говорить, что, скажем, там, допустим, сербо-хорватское, там, славянское ударение, поскольку оно музыкальное и свободное, оно ближе к прославянскому, чем, очевидно, польское, которое там фиксированное. Или, допустим, система падежей русская, она, например, была более такая архаичная, чем система падежей болгарская, потому что там они утратились. И тогда, с тем времен, там, опять же, болгарская, наоборот, куда более архаичная, чем система времен русской. Это уже настолько одно прошедшее время, которое происходит из перфекта, у них и аористы, и имперфекты, и все это сохранилось. То есть по каким-то отдельным аспектам так говорить можно. Но что какой-то один современный язык славянский более архаичен, чем другой, это всегда спекуляция. Да, да, вы где вы? Мне, да, можно? Ну да, давайте. Скажите, то, что мы слушали видео вот этого в начале самого польского исследователя, это на каком языке было? Нет, в начале, польский исследователь был в концерт, когда он брал интервью, а в начале был Антон Лисияк, это словенец, а реконструкцию он делал на проэндоверопейском языке. А, то есть этими горловыми... Да, да, басни Шлейхера. А в какой момент они утратились? Ну, они в разных языках по-разному, то есть в каком-то там хетском, допустим, это Малайзия, они там вообще сохранились вплоть до письменной эпохи. Ну, когда они утратились в там балтославянской общности, это большой вопрос. Есть ученые типа Фредерика Кортленда, которые считают, что вообще прям очень-очень поздно, чуть ли не вот, вот почти как я читал. Вот, а есть те, кто считают, что прям очень рано. Ну, это везде по-разному, везде по-разному. Можно просить рассказать пару слов про двойственное число в православянском языке и про его дальнейшее изменение и исчезновение? Так, давайте договоримся, что я отвечаю на этот вопрос и будет последнее, потому что вот нас уже просят поторопливаться. Про двойственное число, ну, значит, что такое двойственное число? Вот есть у нас единственное число, есть множественное число, и, соответственно, есть просто еще одно число, которое означает два объекта, и при этом слово два говорить не нужно. Ну, допустим, возьмем то же самое слово, какой-нибудь конь, допустим, конь, коня, кони, это, вот это по-древнему-русски я сказал, это переводится как конь, два коня, кони. То есть вот это слово коня, оно используется вместо слова два. А есть двойственное число, я не помню, какой-то язык, как раз будет славянский, где оно заново образовано как раз через слово два. То есть там просто слово два везде прибавляется. Ну, читайте двойственное число, потому что оно пишется слитно. Вот, то есть действительно И вот такая грамматическая категория, отдельное число Она была у всех частей речи, где вообще Категория числа есть Изменения глаголов в прошедшем времени Существительных, прилагательных и так далее Вот была такая из современных языков Вот она как раз состоится в славянском И не помню, где еще Где-то есть Последний вопрос давайте Нет, вы уже сдавали, дайте кто-нибудь еще Все время поднимался уже тема мифологии Мне вот их интересно Вам вообще заняты Эта тема, увидим ли мы У вас на Викторе Подробные ролики То есть, например, в русском языке Есть такой бог Перун Интересно, кто? Беркунас Одинаковый, да Но это же не бог Ну, я понял, в чем вопрос История слова Вот я же делаю там историю слова Москва Вот, ну, не исключаю Ну, то есть Это, конечно, интересно Но не настолько, чтобы я был готов делать об этом видео Но вот я бы мне когда хотел сделать видео про польское неоязычество И язычество, соответственно, сравнить историческое Вот, если я когда-то это сделаю То вот это я там, конечно, расскажу Потому что там есть что сравнить И всякие польские названия богов Которые у нас знают Что-то у нас не знают Ну, в общем, много о чем Ладно, все, друзья Давайте Спасибо, да Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо